Слово предоставляется Константину Константиновичу Шабусову, слушателю Красного университета Фонда Рабочей Академии. Дорогие товарищи, праздник, посвященный дню рождения Владимира Ильича Ленина, продолжается. Тема моя, тема Ленин о революции. Владимир Ильич Ленин о революции. Революция – это движение, это изменение, это прогрессивное развитие всей общественности. Революция – это скачок. Но не каждый скачок есть революция. А скачок – это перерыв постепенности. Это качественный скачок. Революция есть переворот. Революция есть переворот во всем базисе и настройке. Это переход из одной формации в другую формацию. Это и есть качественный скачок. Всякая революция связана с изменением качества определенного... Всякая революция связана с изменением количества определенного качества. Количественные изменения приводят к качественным изменениям. Количество меняется и происходит скачок – переход в другое качество. Производительные силы все время развиваются. Количественные изменения происходят постоянно. Но в производительных силах происходят внутренние скачки. В обществе сохраняется тип производственных отношений. Сохраняется способ производства. А затем на основе производственных качественных изменений... Количественных изменений происходит... Качественные изменения нарастают изменения настроений в обществе. Взглядов, позиций, мнений, противоречий. Создается революционная ситуация. И происходит не просто скачок, а переворот. Переход в новую общественно-экономическую формацию. Так, Рабалдейческая общественно-экономическая формация перешла в феодальную общественно-экономическую формацию. Таким же образом, развитие производительных сил при феодальной формации, которые позволяли производить большее количество за то же время. И которое привело к тому, что совершился новый скачок. И совершилась буржуазная революция. В движении общественно-экономической формации наблюдается историческая узловая линия отношения меры. За скачками продолжаются изменения. Меняется качество. Еще раз меняется качество. Количество нарастает. Такое изменение составляет внутреннюю причину и основу всех этих изменений, которые проявляются как линия отношений меры. В государстве есть аппарат насилия. А поэтому постоянное внедение трудящихся масс эксплуататорским буржуазным государством становится все более невыносимым. Усиливают возбуждение. Явно нарастает пролетарская революция. Вопрос об отношении революции к государству приобретает практическое значение. Борьба за высвобождение трудящихся масс из-под влияния буржуазии невозможна без борьбы с оппортунистическими предрассудками насчет государства. Исторический опыт показывает, что революции не являются нарушением естественного хода общественного развития, поскольку общество практически всегда не справляется с задачей эволюционного развития и потому накапливающееся рассогласование объективно необходимого и фактического уровня общественного устройства устраняется революционным путем. Общественное развитие опирается на непрерывный процесс формирования новых технических знаний и в материальной сфере, и в области духовной надстроечной. Поэтому можно констатировать, что комплекс технологий и в материальной и духовной сфере, накопленный человеком в данный исторический привод, используется для обеспечения собственного существования и развития. Но в первобытные времена индивид выживал только в условиях коллективного существования, племя-род, были первичны по отношению к отдельному человеку. Выжить мог социум, но не индивид. Когда развитие и освоение многочисленных технологий обеспечивалось стабильное физическое выживание, появилась специализация деятельности. Тогда стал необходимым обмен продуктами и появились условия для возникновения частной собственности. И если первобытный человек по неволе существовал в условиях справедливости для всех, то новые технологические условия позволили существовать сторонникам счастья для себя. Возникшая частная собственность обеспечила расслоение общества. Институт собственности трансформировался. С появлением денег появился капитал. Стремление капитала к самоумножению, основанное на природной черте его хозяина Алшисти, заставляет его завладевать властью в обществе. Поэтому, если в обществе отсутствуют механизмы, препятствующие разрастанию олигархического влияния на власть, тогда рядовым членам общества будут доставаться минимально возможные блага. А подавляющая часть этих благ будет присваиваться богатыми и сверхбогатыми. И если величина разрыва превышает допустимый порог, противоречия между социальными группами, классами и в обществе усиливаются, и может произойти взрыв, направленный на попытку исправить накопленный баланс – революция. В революционной ситуации присущи следующие признаки. Итак, первое – это невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство – тот или иной кризис верхов. Второе – обострение выше обычного нужды и бедствия угнетенных классов. И третье – это значительное повышение в силу указанных причин активности масс в мирную эпоху, дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена, привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самим верхами к самостоятельному историческому выступлению. Совокупность этих объективных перемен, писал Владимир Ленин, и называется революционной ситуацией. Не из всякой революционной ситуации возникает революция, указывал Ленин, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективное, именно присоединяется способность революционного класса пойти на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить или надломить старое правительство, которое даже в эпоху кризиса не упадет, если его не уронят. Владимир Ленин обосновал, что при империализме мир вступил в эпоху пролетарских революций и диктатуры пролетариата, и передовым классом в эту эпоху является выпистыванный самим капитализмом рабочий класс. Так что капитализму в эту эпоху суждено превратиться в свою собственную противоположность, в коммунизм. Поначалу неполный, неразвитый, несущий на себе родимые пятна капитализма в экономическом, нравственном и умственном отношении с помощью диктатуры пролетариата, преодолевающей их и превращающейся в полный коммунизм. Диалектический материализм, применённый к истории, то есть исторический материализм, требует выводить необходимость и неизбежность исторических переворотов не из желаний и намерений объективно-экономически заинтересованных в них общественных сил, а из изменений в общественном производстве и предопределяют экономическое положение классов и обстоятельства, условия и результаты классовой борьбы. Такова историко-материалистическая трактовка, содержавшаяся в учении о сущности Гегеля, положение о том, что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Превращение империализма в свою противоположность, коммунизм, то есть коммунистическая революция, составляет содержание той эпохи, которая определяется экономической природой империализма. Поэтому экономический анализ империализма это ключ к пониманию и осуществлению прогрессивных задач, стоящих перед рабочим классом в эпоху империализма и пролетарских революций, эпоху перехода человечества от капитализма к коммунизму. В экономическом обосновании и стратегии революционной борьбой рабочего класса в современную эпоху это глубочайший смысл и значение ленинской работы. Империализм как высшая стадия капитализма. Нынешний мир уже не может быть охарактеризован как мир империализма. Он расколот на две противоположные системы. И система социалистических государств, население которых составляет около полутора миллиардов человек, успешно развивается. В переходном периоде от капитализма к коммунизму находится быстро развивающийся, быстро развивающий свой потенциал такие республики, как Китайская Республика, Социалистическая Республика, Вьетнам, Куба, Лаос. И в первую фазу коммунизма вступила Корейская Народно-демократическая Республика. Таким образом, революция – это развитие и совершенствование всего человечества. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ